Летят по небу шарики Летят по небу шарики Летят по небу шарики А люди машут кошками, летят по небу шарики А люди машут булками, летят по небу шарики А люди машут стульями, летят по небу шарики А люди машут лампами, летят по небу шарики А люди все стоят, летят по небу шарики Блестят и шелестят А люди тоже шелестят, а люди тоже шелестят. А люди тоже шелестят. А также большой любитель авторской песни. Начала я, в общем, вспомнила Даниила Хармса сегодня не случайно. Ну, во-первых, потому что это мой один, наверное, из самых любимых детских поэтов. Ну и, во-вторых, гость, который пришел сегодня ко мне сюда в студию, ассоциируется у меня. Ну вот почему это ассоциируется у меня с темой детства. А почему я вам скажу? Потому что на прошедшем недавно фестивале Петербургский «Аккорд-2008» он стал лауреатом в номинации «Автор» и покорил сердца зрителей и жюри «Песни еще раз о велосипеде». И, в общем, тема детства там красной нитью так вот проходит. Я с удовольствием представляю вам, дорогие телезрители, моего гостя. Сегодня это актер, автор-исполнитель Алексей Мокрецкий. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, мы работаем в прямом эфире по телефону 325 05 25. Зрители могут сюда звонить и задавать вам вопросы. Вы готовы? Всегда готов. Уважаемые телезрители, дерзайте. Итак, значит, я как-то так очень бодро начала, но я все-таки сразу же к песне «Еще раз о велосипеде». Вот это реальная история? Такая действительно была? Абсолютно реальная история, потому что, когда я был ребенком, и когда вокруг все ездили на двухколесных велосипедах, самым лучшим велосипедом считался велосипед «Орленок», потому что у него была повышенная проходимость, у него была гнутая рама, и все уважающие себя пацаны, достигшие хотя бы 10-летнего возраста, не могли не мечтать просто о велосипеде «Орленок». И мне действительно дед подарил велосипед именно в универмаге «Нарвский», и именно вишневого, совершенно темно-вишневого цвета. Поэтому тут все точно до мелочей абсолютно. Ну, а вот число друзей у вас прибавилось с появлением велосипеда? С появлением велосипеда? Дело в том, что велосипед у меня был у бабушки и дедушки. К ним я ездил на субботу и воскресенье, и катался там на велосипеде. Там у меня появилась, конечно, компания, потому что одному кататься скучно и неинтересно, потому что, во-первых, нужно отрабатывать всякие приемы, там тормоза с разворотом, там целая куча всяких прибамбасов, на перегонки кататься, по лужам там. Иногда даже из Ульянки до Дачного мы ездили, тогда еще была станция метро Дачная, и мы от Ульянки до Дачного, чтобы, не дай бог, никто из взрослых не знал, катались на велосипедах туда. Это было довольно далеко. То есть, конечно, компания появилась. Понятно. А вот вообще, как судьба дальнейшая велосипеда сложилась? Ну, я вырос, Орленок стал маленьким. В общем, так же сложилось, как в песне примерно. Да, понятно. А вот вы, кстати, там говорите в этой песне о том, что вы не любили сласти, да? По-моему, так вот мне показалось. А что любили вы в детстве? Да, бог его знает. Я любил очень много всего, но действительно не любил сласть. Ну, что уж тут поделать. Ну, не сластеный. Я и сейчас не сластеный. Обалдеть. Такая резкость. Ну, я могу сказать, что я тоже не люблю сладкое, но это на самом деле большая резкость. А вот двор вашего детства. Где он был? Каким он был? У меня было два двора детства. Один, вот я говорю, что был у бабушки с дедушкой, это был в Ульянке. У них дом выходил торцом прямо к станции Ульянка. И сейчас видно, когда я недавно ездил на фестиваль в Липово, и мы как раз проезжали, я показывал, вон, вон мой дом. И там во дворе был большой пустырь, зеленый, заросший. А вокруг дома были асфальтовые дорожки. Вот мы по ним гоняли. На этом пустыре мы играли там в войну, в индейцев. Потому что в прятки там играть было бесполезно. А второй двор, конечно, был на улице Брянцева. Я закончил школу 79-ю имени Брянцева и жил на улице Брянцева. И когда в итоге закончил институт, я закончил его по специальности актер театра ТЮЗа. Актер театра юного зрителя. Но я закончил его в Ярославле. Но, к сожалению, никогда в театре юного зрителя не работал. Работал только в возрослых театрах. Понятно. Так, я просто хочу немножко о детстве поговорить. Раз мы уже вот так вот, вот так вот, вот так вот. Для мальчишек, ну, свойственно, да, они, ну, как я помню, не знаю, они все время что-то вот игрушки, вот, знаете, они как-то разбирают все время. Разбирают, разбирают. Вот есть у них такая склонность. Вот сколько вами было игрушек разобрано и не собрано в детстве? Было у вас такое... Я не помню, но поломанных игрушек было море. То есть, я не знаю, я их, наверное, не разбирал. Я их, наверное, просто ломал. То есть, обратно их собрать было, наверное, невозможно. Ну, как-то, не знаю, у меня была одна любимая игрушка. Когда я ей переболел, у меня как-то вот с игрушками я завязал. У меня была одна игрушка, это железная дорога немецкая. Вот ГДР-шная железная дорога, 16 миллиметров. Вот ее я берег и никогда ее не ломал. В итоге, когда я к ней остыл, я ее просто подарил другу. У вас был эксперт Орленок, у вас была немецкая железная дорога. Это тоже такое вот богатство по тем временам было. Потому что, я помню, в юном технике это продавалось. И это покупали всякие, знаете, это паровозики, надо было бы получать стрелки там. Да, это же годами собирают, это же коллекционировалось. Это же сначала получался круг просто, по которому бегал паровозик с двумя вагонами. Такой набор, по-моему, был, продавался. Да, да, потом к нему покупались вагончики другие, потом какие-то локомотивы другие, потом стрелочки, перекрестки, там строились, клеились эти самые перрончики. Домики были, елочки. Машинки, да, специальные там, варбурги, там вот эти, трабанты, это все ГДР-шное же было. Вот, ифы, вот это, ифа, грузовички вот эти. Я их до сих пор помню всех прекрасно. Так это безумно дорого было, это я просто... Так дело в том, что она не очень-то и быстро росла у меня. Это прошло несколько там лет, пока она у меня была. Она у меня была 6 или 7 лет, и я этим как бы занимался. А потом я остыл. А, просто остыл. Ну, да, да, да. Да, как-то все. А в школе вот вы были, в школе вы, скорее же, учились такой... Вот вы были мальчишом, кем-мальчишом или плохишом? Я был такой вот тихий троечник. Я учился довольно плохо в школе, но при этом я с детства с раннего занимался музыкой, и ко мне всегда в классе, до 9-го примерно класса, когда у меня возник школьный ансамбль, ко мне относились как к некоему такому немножечко мальчику со стороны. Я никогда не был, как бы вот, не душой класса, как бы не был в компаниях. Это началось только в старших классах, когда вот я начал на школьных дискотеках играть. Тогда сами потянулись, да? Да. Ко мне подошел, я помню, такой у меня был одноклассник, Димка Хамутин, с которым мы дрались до этого. Как бы я, в общем, в обиду себя не очень давал, хотя спортом никогда особенно не занимался, ну, чуть-чуть так иногда чем-то, там, дзюдо понемножку, там, стрельбой понемножку. И вдруг в 9-м классе, 1-го сентября, ко мне подходит Димка Хамутин и говорит, Лех, мы сегодня собираемся у Ленки Марковой, пойдем к с нами. Я там внутри себя загордился, думаю, ну все. Это был прием в высшую касту вообще, это был прием в самую главную компанию классовую. И, в общем, старшие классы уже прошли совсем по-другому, конечно. Благодаря? Благодаря, нет, гитару я взял только перед 10-м классом, я играл на клавишках. Я и в команде был солистом и клавишником. Но вот я попросил у мамы перед 10-м классом на каникулы, говорю, мама, купи мне, пожалуйста, гитару, мне очень тяжело таскать за собой фортепиано. Тогда еще не было этих всех электрических, вот. И мама мне купила 15-рублевую гитару, вот здесь на Среднем проспекте есть музыкальный магазин, в котором была куплена моя первая 15-рублевая гитара. Я на ней учился и выучил свои первые три аккорда. Вот с тех пор, с 15-ти лет я с ней. Понятно. Давайте, может быть, вот как раз эту песенку еще раз о велосипеде вы испоете. Еще раз о велосипеде. Еще раз о велосипеде. Видно еще с пеленок, я ненавидел сласти. Детские анекдоты не были мне смешаны. Велосипеде. Орленок темно-вишневой масти, Вот это было что-то, вот это были сны. Как же он был мне нужен, и тормоза, и шины, Мягкое на пружинах, кожаное седло, Чтобы гонять по лужам, и догонять машины, И обгонять машины всей шиферне назло. Это сильнее жажды, это раздольнее лето, Это волшебней сказки, это хмельней побед. И, наконец, однажды я получил от деда В универмаге Нарвский новый велосипед. Ай да спасибо деду, мне же доступны дали, Мне же простора мало, и не кричите стой, Ну я теперь поеду, ну круто, ну педали, Мне не вдомек, что стало меньше одной мечтой. Ну, я теперь поеду, ну, круто, ну, педали. Мне не вдомёк, что стало меньше одной мечтой. Ветры недобро веют, и никуда не деться. Время неумолимо не развернётся вспять. На чердаках ржавеют велосипеды детства. Годы несутся мимо, не на чем обгонять. На чердаках ржавеют велосипеды детства. Годы несутся мимо, не на чем обгонять. Уважаемые телевизорители, программа «Барда онлайн» в эфире. Телефон студии 325-0525. У меня в гостях автор-исполнитель, актёр Алексей Мокрецкий. Алексей, вы родились в Ленинграде. Да. А закончили Ярославское училище при театре имени Волкова. Как получилось-то? Ну, мне было... Я в первый раз не поступил в лгитмик. Я, конечно, очень хотел учиться здесь. То есть, про попытки были? У меня была одна попытка. Я поступал на курс Кацмана. И у нас... Я работал тогда в театре Политехнического института, который в народе назывался «Лопухи», под руководством Валерия Степановича Суслова, ныне покойного, царствие небесное. Вот. И у нас тогда в театре случилось огромное несчастье. У нас скорая помощь сбила девочку, актрису. И для меня это было... Мне было 18 лет, и для меня это была первая практически на глазах смерть. Мы дежурили всем театром в Мечниковке и все. И я был совершенно потрясен, и я не смог просто настроиться. Было действительно потрясение такое, что я не мог поступать. И я на втором туре у Кацмана срезался. Вот. Пошел к Горбачеву, а там была такая большая интрига между ними. Я не поменял папку с документами. И там был зачеркнут Кацман, написан Горбачев. И Горбачев сказал, о, а ваше место у меня уже занято. И я пошел на год в Институт культуры с горя на режиссуру. И через год я опять бросился поступать в театралку. Тогда набирала Лариса Ивановна Маливанна. И все мы... Восемь человек поступало из культуры, и всех нас восемь человек на первом же туре срезали. И потом, сколько мы не ломились, мы в итоге самыми крепкими оказались с Михаилом Давидовичем Барканом, который теперь на пятом канале арт-директором служит. Вот. И мы с ним вот самые стойкие оказались. Нас как предатели из культуры выгнали. И в Лгитмике, естественно, не приняли. Потому что это были конкурирующие фирмы. И мы взяли и поехали в Ярославль. И там нас... Приняли. Взяли. Вот. И я его с удовольствием закончил. Школа там была. Дело в том, что Ярославский институт, он был подшефным Лгитмика. Потому что там был ректором... Замечательный товарищ Клитин. Санислав Сергеевич. Здравствуйте. И ныне. Он был проректором Лгитмика. И с повышением его отправили в Ярославль. Ректором. И, в общем, большая часть преподавательской команды института, она была питерская. Или с питерской школой, как минимум. И, в общем, вот это было замечательное, совершенно замечательное место. Потому что училось очень мало народу. Всего в институте было 150 человек одновременно училось. То есть мы знали всех. Мы знали всех, с кем учились хотя бы один год. Мы знали всех преподавателей, не только как их зовут. Даже если мы у них не учились. Даже где они живут. Потому что Ярославль все-таки не Питер. И у меня со многими из них до сих пор очень теплые отношения. Хотя меня очень много лет не было в стране. Тем не менее, вот я как только приехал, я уже был несколько раз в Ярославле. И очень рад этому обстоятельству. Ярославль замечательный город. Правда, я там бывала, могу сказать. Вы 20 лет назад. 20 лет назад вы служили в Театре Эксперимент. Был такой театр? Я поступил 20 лет назад в Театр Эксперимент. В 88-м году. В 88-м году, да. Театр замечательный был. Сейчас там Театр Антреприза имени Миронова. Там проходили в свое время, он был еще, знаете, знаменит тем, что проходили фестивали авторской песни. Да, и в одном из них я даже участвовал. Как раз я участвовал в 92-м году. Меня пригласил туда Саша Григорианц, режиссер как раз этого театра. И мы с ним до сих пор дружим и работаем вместе. Я работаю в Антрепризе с Сережей Мурзиным. И мы ставим с Сашей Григорианцем. Вот втроем он режиссер, мы два актера. Мы работаем уже не первый спектакль делаем. И вот тогда меня Саша пригласил. Но дело в том, что в жюри сидел Виктор Харитонов, главный режиссер тогда Театра Эксперимент. А нужно понимать, что из эксперимента я ушел с диким скандалом. И скандал возник у нас именно с Виктором Владимировичем. По поводу того, что он мне как бы, в общем, молодому актеру не давал выступать нигде с песнями. То есть у меня было выступление в концертном зале гостиницы «Россия», например, когда я стал дипломантом Мироновского конкурса, да, актерской песни. Он меня не отпустил на съемки. Потом меня приглашали в Октябрьский, он меня не отпустил в Октябрьский. И потом я понял, что ну просто вот с песней у меня не сложится в театре. Я подал заявление, ушел. И когда уже было заявление подано, меня не отпустили еще на один фестиваль. И, в общем, у нас произошел очень бурный разрыв. И когда он сидел в жюри вот на этом как раз фестивале, на который меня Саша Григорианц пригласил, на моем выходе вырубили микрофоны и чуть ли не вырубили свет. Зал был полон. Но зал всего 200 мест, и я этот зал прекрасно 4 сезона брал без микрофона. Поэтому я спел первую песню без микрофона. А потом микрофоны включили, потому что что толку там? Все равно зритель все слышит. Вот. И в итоге так получилось, что я ничего не занял на этом конкурсе по этой причине. Но во всех передачах, которые потом об этом конкурсе были... Участвовали. Да. Звучали почему-то мои песни. Называли победителей другие фамилии. Я сейчас уже даже не помню кто, потому что это было 16 лет назад. А песни звучали мои. И вот это было все равно мне приятно. То есть я все-таки так остался. Удивительно. Я в 92-м году участвовала как раз в этом конкурсе. В театре экспериментов. Да, да, да. Вот. Мир тесен, опять-таки. Так. Хотела спросить... Нет, давайте вы споете вторую песню. Я смотрю, потому что я контролирую, смотрю на часы. Чтобы нам успеть все-таки. Хочется больше песен. Ну, давайте. Давайте я тогда покажу еще одну песню, с которой я вот вышел в Октябрьский. Эта песня как раз написана была в 92-м году, если уж говорить об этом. И я ее как раз... Это одна из тех песен, которые я как раз пел на том фестивале. Называется она «Весенняя вечеринка». Далеки уже стиляжи и кепочки, холодны еще прозрачные маечки. Как изысканные весенние девочки, как настойчивые весенние мальчики. Обессилели морозы трескучие, и ребятам нужно много и каждому. Им клетухи городские наскучили. На свободу рвутся юные граждане. Вот на дачах от воксы до вырицы заливаются поп-звезды припадочно. А мальчишки так смелы и задиристы, а их подруги так милы и загадочны. Пацаны дрожат азартно и молодо, замирая под вечерними чарами. Да, девчоночки у них просто золото, их ни тачками не взять, ни гитарами. Но в ответ на взгляды томно-лучистые, их глаза струят святое сияние. При свечах легко быть идеалистами и трезвонить о высоком слиянии. Да ну и что, что это просто попутчицы, а может посланы они во спасение. И уж если все сегодня получится, значит звезды так решили весенние. Поцелуи рассыпаются мелочью, и в ночи уединяются парочки. Как отзывчивые весенние девочки, как напористые весенние мальчики. Вот последний Рубикон клятва верности, и минута наступает победная. Все стремительно и жутко по первостям, и густеет тишина предрассветная. Спасибо огромное. Программа «Барды онлайн» в эфире. Алексей Мокрецкий, автор-исполнитель и актер в гостях. У нас продолжаем. Вы в биографии еще немножко, и потом я хотела о педаккорде поговорить с вами. Вы же пришли, ну как даже, начинали с рок-н-ролла, скажем так. Играли на клавишах, были лидером команды. Да, рок-группа, которая у нас называлась «Начало Тинлава», когда Леонид Ильич Брежнев написал свою книгу «Возрождение», наша группа стала именоваться «Ренессанс». И мы, в общем, на самом деле рок-группой она называлась достаточно условно, потому что это было модно в то время. Скорее всего, рок-н-ролла там особенного не было. И уровень-то был достаточно посредственный. Ну, на районных каких-то конкурсах я брал какие-то дипломы, там, за слова, за музыку. Но мне стало очень неуютно, тем более случилась вот эта беда. Умер Высоцкий тогда, и меня это очень потрясло. И мне стало скучно заниматься. Именно в текстовом плане мне казалось, что мне ничего в рок-н-ролле не сделать. Я ничего там не понимаю. И я ушел просто работать только с гитарой. И многие-многие годы я целенаправленно играл только на гитаре и пел совершенно откровенно бардовские песни. Или неоткровенно бардовские песни. Я писал то, что мне приходило в голову. И потом, когда мне сейчас люди говорят, да ты никогда бардов не был. Я думаю, а как, почему? Я ведь тоже писал какие-то туристические. Они все равно говорят Небардовские. Даже то, что туристические какие-то песни пишут, они Небардовские. Они какие угодно, но Небардовские. И я вот теперь считаю, что я человек неформатный в принципе. Мне любая песня, она, это как некий способ выражения каких-то определенных чувств, мыслей. А стиль нужен, вот как сказал в свое время Борис Борис Герещиков, он сказал, что стиль это просто инструмент. Потому что можно избу рубить топором, а бриться все-таки бритвой. И для каждой вещи, для каждого действия, для каждого человеческого решения нужны разные инструменты. И вот поэтому я готов писать блюзы, я готов писать романсы, я готов писать даже попсу. Главное, чтобы она была либо с хорошим юмором, либо с хорошей лирикой. Мне совершенно не важно, пусть меня назовут кем угодно, главное, чтобы слушали. Алексей, ну я к чему? Победили вы все-таки, стали лауреатом в номинации автора, скажу, такая значимая номинация. Именно на Бардовском фестивале. Причем, замечу, ну это я отдельно скажу, победили. Зачем вы туда шли? Ведь вы, в принципе, ну начиная там с годов тех же 80-х, участвовали многократно. Вы уже сформировавшийся автор и известный в Бардовских кругах. Вот зачем? Кому их хотели доказать? Ну, во-первых, хотел доказать себе. С другой стороны, конечно, у меня цели не было идти в конкурс. Мне просто хотелось показаться питерской публике, поскольку меня очень много лет здесь не было, и меня здесь наверняка большинство народу забыло. И знают меня только вот большие любители, которые там ездят по фестивалям, ездят, например, в тот же Израиль, знают, что происходило там на Дуговке когда-то, на Бардюге, на Сахновке. Основная масса слушателей, которые просто любят бардовскую песню, никогда не мотаются по фестивалям, по слетам тем более, не спят в палатках. Они-то меня точно забыли. И мне я послал на сайт фестиваля просто просьбу. Говорю, ребята, я вот такой-такой тут, имею то-то, то-то, то-то за душой. Возьмите меня хоть тушкой, хоть чучелом возьмите, я просто хочу у вас выступить. И получаю ответ. Мы возьмем только в конкурс, только от Израиля. Я думаю, ну почему нет? Потому что на самом деле все мои последние заслуги конкурсные, они действительно связаны с Израилем. Я очень много лет там прожил. И я подумал, что вот это будет последняя, скажем так, дань уважения и прощальный поклон замечательной стране, в которой я прожил 12,5 лет почти. И я с удовольствием это сделал. И уже когда я, конечно, был включен в конкурс, естественно, я шел с мыслью, что надо побеждать. Потому что другой... Я 11 лет не участвовал в конкурсах, и поэтому другой мысли быть не может. Если уже ты решился на такой шаг, то надо побеждать. Ну выглядели вы очень убедительно, честно скажу. Я ходила на отборочные, смотрела финальные концерты, смотрела вот этот второй тур, всех отсматривала. Вот вопрос у меня к вам такой, как вы считаете, вот абсолютному новичку, да, человеку, который с улицы пришел на такого рода состязание, конкурс, есть ли шанс победить? Потому что мне создалось впечатление, да, что все, все-все, кто победил, да, какие-то звания получил, они уже знакомы и жюри, и они уже засвечены там в конкурсах и так далее. В том числе и вы, в общем, человек, ну, известный, скажем, в этих кругах. Я не знаю. Дело в том, что я же почти никого не знаю. Вот у меня был из знакомых, это вот был Леша Макаревич, который выступал в номинации композитора. Мы с ним познакомились еще на фестивале «Саяна-92», на который, собственно, меня Виктор Владимирович Харитонов и не отпускал, собственно, я все равно, я сказал, все, пошло к черту, я все равно еду, потому что вы подписали приказ, а теперь попятную и все. И я поехал туда. И вот тогда мы познакомились, он совсем был тогда другим человеком, то есть он был тем же человеком, но еще не очень взрослым, он тогда был совсем юный. Ну, и я-то был тоже тогда пацан, мне-то было тоже 27 лет. Вот. И вот сейчас вот увиделись. Ну, естественно, я там знаком был. А из тех, кто выступал, я, в принципе, очень-очень мало кого знаю. И для меня, у меня такое ощущение, я-то по сравнению с ними достаточно уже взрослый человек, вот, и поэтому мне они все кажутся такими молоденькими, и кажется, что они все первый раз выступали. Нет, но они, на самом деле, в то же время, они были, вот, я так поняла, что жюри известно абсолютно точно, и у меня так закралось как раз такое сомнение. Вообще, возможно ли, ну, вот, если тебя вообще никак не знают, что-то там завоевать? Ну, бог... Дело в том, что ведь, я так понял, что все, кто выступал на этом фестивале, они все прошли в своих округах, откуда они, региональные какие-то, отборы, а региональный отбор обычно там округает достаточно большой, достаточно большой круг авторов и круг исполнителей, и все. То есть они, во-первых, уже не новички, то есть они уже знают, что такое соперничество, что такое бороться за победу, они вышли не на пустом месте. Естественно, человек даже какой-нибудь супергениал, в том, что если человек не прошел этого, то супергениального человека имело право выпустить, например, выпустить оргкомитет по своей, как бы, заявке. То есть, наверное, какие-то есть, наверное, возможно. Для этого нужно быть каким-то супертрупер, я не знаю, каким человеком. Я не знаю. Это просто свет в окне. Вот вышел, спел, и все в шоке. Ну, бог с ним. Я по поводу, вот, кстати, стиля. Вот, да, на пресс-конференции говорили, зачастую жанра надо бороться там и так далее. А мне показалось, честно скажу, вот так вот, я, ну, сторонне старалась отстраниться, слушать это все, что на самом деле бардовской песни, как таковой, чисто я не услышала. Рок-н-ролльная какая-то история, музыкальная, вокальная. Вы, у вас, вы как-то больше даже со словом работали, но мне тоже показалось, что это актерская больше история. Вот для меня чистота жанра... Ну, я уже поняла, что вы на это не разметите. Это достаточно эфемерная штука. И, кроме того, мне гораздо больше нравится называть эту песню авторской песней, чем бардовской песней. Потому что бардовская песня связана с таким понятием, как КСП. А КСП это самодеятельная песня. Я считаю, что песня, которую мы пытаемся делать, должна быть профессиональной. Для меня это совершенно... То есть для меня это аксиома. То есть нельзя огрехи, которые ты себе позволяешь в музыке, в текстах, в исполнении, нельзя прикрывать тем, что... Ну, я же не профессионал, я же самодеятельная песня. Типа... Хорошо. Если ты поешь самодеятельной песню, не нужно выходить на сцену. Сцена для меня это совершенно особое место, потому что я профессиональный актер. Для меня сцена это то место, где работают профессионалы. Вот это... Раз и навсегда. Вот я выбрал себе это место для работы. И для меня это профессионально. Если я где-то допустил что-то не то, если мне скажут, что... Слушай, Лёх, ты что-то там... Я буду работать над тем, чтобы справить эти дела, а не прикрываться тем, что это самодеятельная песня. Это не самодеятельная песня. И я не собираюсь заниматься самодеятельной песней. Поэтому для меня гораздо ближе название авторской песни. А авторская песня для меня это и Борис Борисович Геребенщиков, и Андрей Макаревич, и Юра Шевчук, и Серёжа Крылов даже. Потому что они сами пишут и сами поют. А жанр... Они чисты в своём жанре. Серёжа поёт попсу, Юра Шевчук там с Бобой поют лирический рок, там, и Макаревич, и всё. Тем не менее, это авторская песня. А уж жанр каждый выбирает себе сам. Какую песню вы сейчас исполните? Ну, так чтобы... Пожалуй, такой вот романсик есть у меня. Я выбрал себе лирическим героем женщину. Это уникальный случай, но тем не менее. Женщина не может быть лирическим героем? Нет, у мужчины автора, ну, как-то это странно. Обычно женщины-поэты выбирают себе поэтессу, выбирают себе часто лирическим героем мужчину. А вот мужчины редко выбирают себе лирическим героем женщину. Но тем не менее, вот у меня так случилось. Называется «Бархатный сезон». Вот сейчас у нас лето, похожее на бархатный сезон. Утро в нервном движении, платье в вихре оборок, Над загаром рукавчик с кружевною каймою. И шепнув отражению, вот и пробило сорок, Вы помадите губы, и выходите к морю. В парке русскую пляшут, вам бы танго да вальсы. Каждый свежий красавец стал бы вашей мишенью. Вы на пляж, а на пляже все какие-то в аси. Солнце нежит, но все уже вы не дужны мигренью. То ли это усталость, то ли местные лица Пальцы пухнут от веса. Бесполезных каратов вам опять не досталось Жениха из столицы, а ведь завтра на рейс И обратно в Саратов вы склюете в столовке Диетический завтрак. За окном будут волны, незнакомые с горем. Боль на вашей головке Из-за этого завтра И глаза ваши полоны Пересоленным морем Программа «Барда онлайн» в эфире. Телефон студии по-прежнему 325 05 25. Просыпайтесь, уважаемые телезрители. Уже у нас бодрый полдень. В гостях у меня Алексей Мокрецкий, автор-исполнитель, актер театра комедии. Театра комедии. Алексей, раз уж заговорили так вот о женщине, лирическом герое, я хотела вот о чем спросить. Ведь актер, артист, она по сути профессия такая женская. Потому что актер, он должен нравиться. Причем и мужчинам, и женщинам есть такое. Вы почему в артисты-то наманулись? Ну, опять же, всегда несколько причин. Во-первых, опять же, Высоцкий. Одна из причин. Мне хотелось писать песни и играть на сцене. То есть у вас все-таки изначально песни? Не знаю, не знаю. Но песни я начал писать гораздо раньше, чем стал играть на сцене. То есть сначала, наверное, песня. Но, собственно, и Владимир Владимирович тоже, Владимир Семенович тоже начал писать раньше, чем вышел на сцену. И потом, конечно, когда я... Я учился в политехническом институте после школы. То есть я поступил в политех. Сначала полтора года отучился на электромеханическом факультете. Потом полгода работал регулировщиком радиоаппаратуры в почтовом ящике в одном. И вот из политех это я уже убрался. После первых же каникул, после первой сессии я поехал в Москву. И я неделю провел в театре на Таганке. То есть у меня в Москве живут прекрасные родственники. Они живут у Курского вокзала, поэтому до Таганки была прямая дорожка. Очень недалеко. И я за неделю посмотрел на Таганке девять спектаклей. Я посмотрел и Доброго человека, и Сизуана, и Ревизскую сказку. В общем, много-много. Дом на набережной. И посмотрел Мастера и Маргариту. Тогда это был довольно молодой спектакль. И я, стоя на одной ноге в билетаже, потому что вторую некуда было поставить, спектакль шел с двумя антрактами, четыре часа. И я в какой-то момент, когда начинаются «Рукописи не горят», Волон Смехов бросает листы бумаги, врубается монохром красный, и врубается Прокофьев марш из Ромео и Джульетты. И я стою и чувствую, что у меня счастливые слезы льются, не текут. Они просто заливают меня. И я стою такой счастливый, думаю, все, вот это была точка, когда я сказал, все, никакого Белого дома. Я очень благодарен Политеху. Но я пойду только в театр. Вот это была вот отправная точка, хотя и до этого мне очень все нравилось. Я не хотел уходить еще с Доброго. Это был первый спектакль, который я посмотрел. Не хотелось уходить из зала. Я сидел близко довольно от сцены. Все расходятся, а я сижу и думаю, сейчас уходить надо домой. Какая беда. Я потом еще раз его посмотрел. Вот, и вот это была точка, и я все, я уже спокойно сливал Политех потихонечку. Потому что если бы я ушел по собственному желанию, мама, которая сейчас смотрит наверняка эту передачу, она бы ни за что бы мне этого тогда не простила. Вот. И поэтому мне пришлось просто перестать этим заниматься. И перед тем, как я вылетел из Политеха, я устроился, как раз поступил с конкурсом. Там было примерно пять человек на место все-таки в театр Политехнического института, в Лопухи. И вот перед первым моим поступлением я там целый сезон прослужил. Да, прослужить, в театре служить. А вот, кстати, такой вопрос. Если бы, ну вот вы создавали свой театр, да? И вам разрешили кого угодно брать из актеров, кого бы вы взяли в свой театр? У меня был один такой момент, когда нам пришлось создавать свой театр. Но я не сам создавал театр, а создавал со своей партнершей Машей Мушкатиной в Тель-Авиве театр. И со своей супругой Сашей Синай, которая, мы с ней расстались давно, но мы до сих пор в очень теплых отношениях и в одноклассниках общаемся. Она режиссер по профессии. И вот мы втроем сделали сначала спектакль. Вообще театр просто так же не возникает. Мы сделали спектакль, который назывался «Ах, Шарабан мой». И вот уже 11 лет существует в Тель-Авиве театр «Шарабан». Он вполне себе работает. Каких бы актеров я брал, не знаю. Во-первых, я никогда не хотел быть руководителем. Я никогда не хотел никем управлять. Я всегда хотел научиться управлять собой. Это уже большое дело, потому что я человек был очень такой неорганизованный. И вот я всю жизнь учусь управлять собой. Это очень много. Еще не дай бог мне еще кем-то управлять. Особенно такими же неорганизованными людьми, как артисты. Зачем мне такая головная будет? Ну да, это особый склад, да, нужно характер иметь. Давайте мы перейдем все-таки к песне или, может быть, к стихам. Что вы хотите сейчас исполнить? Ну вот стихи. Есть такое веселое стихотворение. Я его не так давно написал. То, в принципе, для чего, мне кажется, вообще имеет смысл что-то делать в искусстве, в любом творчестве. Называется «Стихи с пояснениями». Вот я иду по улице красивым, молодым, а сигаретка курица, да нет, не птица курица, хоть и не птица курица, а сигаретка курица, ну, испускает дым. Счастливый я, широкий я, на мир бросаю взгляд. И розовые легкие, не те, что дышат легкие. Бушуют мысли легкие, простые, недалекие, и душу веселят. Звенят, играют, бесятся, хоть кепкой их лови. Лучи шального месяца, да не ночного месяца, а солнца мая месяца, как по волшебной лестнице, ведут меня к любви. Замечательно. Вот. Потому что все делается ради любви. И все песни, даже резкие и грубые, и все спектакли, даже трагические, они все рассказывают... Ну, трагические-то точно. Все рассказывают о любви. И должны, по крайней мере, это делать. И когда появляются другие причины создания того или иного произведения, обычно это получается какая-нибудь чернуха. Ну, или ремесло. Или ремесло, да. Вы споете что-нибудь? Потому что я смотрю... Спою. Да? Замечательно. У нас еще много времени? У нас времени немного уже. Вот спою песню, без которой мне было бы жалко уйти. Она называется «Пашихонский мотив» и посвящена студенческой практике 1987 года в колхозе «Путь к коммунизму» Пашихонского района Ярославской области. Звенит январская струна, Мир пахнет дымом и морозом, А всем гамлетовским вопросом Один ответ – пошел ты на! В церквушке с вывеской сельторг Стоит народ с трудом, но прямо На фреске тот, кто гнал из храма Торговый люд в глазах восторг Художник был из этих мест И был единственным окрест Густое сладкое вино Бьют за углом, и в этом счастье Тут все, и таинство причастия И опохмелка заодно Раздолье солнца и добро Уснула грусть, ушли заботы Гуляй, рванина, сыпь суббота Свое святое серебро Загадку вносит в этот пир Афиша с надписью «Шекспир» Какое странное словцо Не тешит глаз и слух не греет Должно быть лектор из евреев Что за беда в конце концов Не важно кто и почему Но праздник кончится красиво Сегодня в клубе будет пиво И представление к нему Мужик упорный, как Колумб Савиным взором ищет клуб Крыльцо, скрип двери Алый флаг Дощатый пол, подобие зала Гул голосов, сфонок, начало Тулупы, семечки, аншлаг Колхоз прогрец Вильям Шекспир Игра Галерка дует барагу Такой-то Гамлет рвется в драку Кончай, ребята, мы за мир Но нет, не дрогнула рука И смешан с кровью яд клинка Что делать? Жил, любил, погиб И тут во тьме притихший зайчик Прорезал шепот Бедный мальчик И трудный вздох И тонкий всхлим И все И просто нечем крыть Для завершения картинки В кулисах сторож с четвертинкой Ну как тут быть Или не быть Снаружи ночь Луна-мороз И нет ответа На вопрос Барда онлайн в эфире Телеканала Ваше общественное телевидение Алексей Мокрецкий У меня в гостях Автор, исполнитель Актер Алексей Актер Актер Актерское исполнение Все-таки у вас Так Хочу несколько вопросов Таких задать Боробежать Потому что на самом деле Я хотела вас о многом спросить Не все поместилось Я думаю, что не последний раз Вы у нас в гостях Я вас обязательно позову А сейчас такие, знаете, о жизни Разные вопросы Блиц буквально у нас Хорошо Уступаете ли место в метро Женщинам и старикам Либо притворяйтесь, что спите Не всегда уступаю Но стараюсь это делать Стараюсь Не всегда получается Иногда просто бываю Настолько мертвый Иногда по-настоящему спите Сплю редко Иногда Наверное, просто иногда не замечаю Просто вот иногда бывает Глаза не повернуть Бывает такое Редко Случается, уступаю Каюсь не всегда Ваши песни Это чаще послесловие Или предчувствие? Ни то, ни другое Мои песни В лучшем их Как бы Проявлении Я думаю, что это не очень Мои песни Потому что Когда наступает Вот Плохое слово Вдохновение Наступает Кураж Когда вдруг То есть ты вынашиваешь Вынашиваешь Какую-то мыслишку У тебя крутится Строчечка другая И вдруг За эту строчку Начинает цепляться Одно с другой Ты не знаешь Чем ты закончишь Какое тут Предчувствие Тут Ну вот Велосипед, наверное Но она тоже родилась Мгновенно Вот Песня, которую Вынашиваешь Или вот, например Выписываешь Вот это получается Чаще всего ремесло И чаще всего Они быстро уходят Даже если людям нравится Все равно А вот Это должен Это такой раж Наступает И вот Я дома практически Не курю Я очень мало Нет во мне Этой привычки Но Как только я Вот наступаю Одну за другой И вот так Из угла в угол И быстро Не за клавиатуру Я всегда стихи на бумаге На бумаге На бумаге Начисто 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 Потом В итоге Получается Когда я исправляю Там две-три строчки Во всей штуке И больше Не трогать Все И что это Пречувствие Там Или Как это Я не знаю Я не знаю Это просто Скорее всего Тут не совсем я Интересно Очень интересно Что-то такое Я близкое Узнаю в этом всем Вот Идя на день рождения Вы специально Покупаете подарок Человеку Или Ищете у себя Там что-нибудь Такое Ненужное Что вам подарили И передариваете Если Если мне позволяет Кошелек Мы же Богемы Люди особого склада Мы не всегда живем При деньгах Мы живем От случая к случаю Зарабатывая Вот Поэтому Когда позволяет мне Кошелек Я с удовольствием покупаю Я очень люблю покупать Подарки Но бывают Такие случаи Когда Ну вот День рождения У человека наступил А деньги еще не пришли А кошелек пуст А кошелек пуст Да Вот тогда Я пытаюсь Каким-то образом Выкручиваться Но иногда Если вот Например Какие-то люди Меня приглашают Впервые Или Не очень давние Знакомые Я с удовольствием Просто беру Там Пару-тройку дисков Или там Когда книжку Еще не раскупили Там книгу Книга лучший подарок Особенно моя Вот И вот С этим подарком Я как бы приходил И был достаточно Спокоен Потому что Ну по крайней мере Это эксклюзивное Там еще Можно было написать Несколько там Добрых Хороших слов Вот Такой подарок То есть Из ненужных вещей Стараюсь ничего не находить Понял Вот давайте мы Все-таки Вы расскажете Какие у вас диски вышли Какие есть Книга знаю Стихия Вот опять У нас знаете Какое-то пересечение есть Потому что у меня был Моноспектакль Который так же назвался И так же писался Ну это название придумано Надо сказать Когда я начал Свою первую тетрадку стихов Стихи и я Я просто скажу Стихи и я Да Либо стихи я Это Я свою первую тетрадку стихов Которую я начал В 1986 году В Ярославле Я ее назвал Стихи Вот так и назвал У меня знаете Не так писалось Стихи А я Большая была буква У вас разделение Стихи и я Здесь стихи и я Просто Ну в принципе близко Ну да Напрашивалось Тогда была книжка Которая вышла «Медведи и я», «Медведи» писалось. И я тогда вот оттуда взял идею. Но этой книжки, к сожалению, уже нет. Ее все раскупили еще в Израиле. Тираж был тысячи экземпляров, и ее все раскупили. Здесь стихи и песни, или стихи, которые... Здесь много стихов и песен, разных совершенно. То есть есть те, которые поются, есть те, которые не поются. А альбомы, которые у меня вышли, ну вот первые что я написал, это вот такие песни они у меня назывались. А «Восточный ветер» в Москве продает... Они, правда, продают только кассету, она называется «Холодный сезон». Это она вышла в 97-м году. В 98-м ее уже вот «Восточный ветер» стал продавать. Потом вот я сделал такой альбом, который называется «Рок Барда». Это я делал в содружестве с замечательным совершенно гитаристом и аранжировщиком, ныне уже покойным, Игорем Золотовичем, и он писал и аранжировки, и играл на гитаре практически, то есть не практически, а во всех композициях этого альбома. Он был записан в Израиле, в Тель-Авиве в 2004-м году. Вот. А совсем недавно я вот собрал такой сборничек, в который вошли песни самых разных лет, но записи я делал в 2003-м году в Тель-Авиве и в 2007-м году здесь, в Питере. И сюда вошли песни и довольно старые, и такие буквально из последних, из прошлогодних вот песен. Альбом называется «Песни Росса», потому что мне, когда я работал, служил в Театре Сатиры два сезона перед тем, как перейти в комедию, я сыграл там в спектакле «Макбет», и роль у меня называлась «Росс». А «Росс», я так подумал, что очень многоплановое имя у человека, потому что мы все «Россы», мы все россияне, мы «Россы». Вот, и поэтому я был вот «Россским Таном». «Тан» — это вот глава, «Тан» — это вот некое такое образование, некая территория, ну, типа герцогство, что-то такое. Алексей, я вас, знаете, сейчас прерву, потому что мне хочется, чтобы вы исполнили еще одну песню, у нас буквально четыре минуты осталось. Вот, хорошо, песня «Росса», собственно. Давайте, начальник. Крик «Совы» в темноте не самый веселый попутчик, северный ветер в лицо не самый горячий прием. Сейчас я не помню, какой-то козел мне сулил варианты получше. На подъем я был легок, но все оказалось дешевым враньем. Так что, сова, кричи, не кричи, деши ветерок свою спесь. Но тот, кто мне подарил ключи, знает, зачем я здесь. Пусть по душу мою и крадется звери, пусть заперт замок и не найдена дверь. Но тот, кто мне подарил ключи, знает, зачем я здесь. Небо давит в плечах, звезды впиваются в темя, но стоит захлопнуть глаза, просторы пьянят, как вино. Жаль, во тьме не понять, грязь я топчу или время. И существует ли дверь для ключей, впрочем, не все ли равно. Хлюпай в ботинках веселая ртуть, рвись ориадный нить. Но тот, кто не стал освещать мне путь, он знает, куда светить. Пусть по душу мою и крадется звери, пусть заперт замок и не найдена дверь. Но тот, кто не стал освещать мне путь, он знает, куда светить. В море седой капитан уверен, что видит дорогу. В приземистом небе пилот решил, что умеет летать. А мне неизвестно, кто я и где и ведет ли тропа к порогу. Но я все равно иду и пою и в душе моей благодать. И пусть по прогнозам полный привет в финале как ни крути, Но тому, кто верит в того, кто свет, неважно, куда идти. Пусть по душу мою и крадется звери, пусть заперт замок и не найдена дверь. Но тому, кто верит в того, кто свет, неважно, куда идти. Замечательная песня. Программа Бардо онлайн. Буквально уже мы в финале находимся. Алексей Макрецкий, у меня в гостях. И задаю ему такой вопрос. Кому же вы показываете свою только что новоиспеченную песню? Жене. Жене. Сразу. Причем, если это случается глубокой ночью, я иногда позволяю себя растолкать ее, потому что обычно она уже в это время спит, растолкать, разбудить, даже еще не песню, даже если это просто стихи, и если мне кажется, что это вот что-то вот получилось. Часто вы ее будете? Бывает, бывает. Бывает. Не часто. Я, в принципе, не графоман. Я не так часто сажусь за это дело, но иногда бывает. Ближайшие концерты, где вас можно услышать? Ближайшие концерты. Я надеюсь, вот то, что еще без даты, но вот меня сейчас пригласил выступить клуб Парус. Надеюсь, что в какой-то момент осенью я там прозвучу. А, в принципе, у меня очень активная работа в театре. Вот сегодня, например, я играю спектакль. Что даете? Даем Скорпетта, голодранцы и аристократы. У нас вчера только начался сезон, у меня начинаются репетиции в театре, и, в общем, работы будет много. Поэтому я надеюсь, что мне от работы будет не продохнуть. Дорогие друзья, приходите в Театр комедии на Алексея Макрецкого и, наверное, покупайте диски, а мы с вами встретимся в следующее воскресенье. Всего доброго. До свидания.